Здравствуйте! Вот все знают резину, да? И все знают жевательную резинку. Говорят, что жевательную резинку по, так сказать, ГОСТу, по нормативным требованиям, необходимо делать из натурального каучука. Вообще-то, говорят, долгие годы считалось, что лучшие резинотехнические изделия можно получать из натурального именно каучука, да? Но это потом уже человечество научилось делать синтетический каучук, заменять им натуральный. А так вот, а вот видите, какая большая разница между натуральным каучуком? Этот застывший сок растения, гивея, или у нас такое растение тоже растет, называется оно, это сам, коксагыз. Когда-то у нас выращивали коксагыз для получения натурального каучука, да? Потому что в нем, в этом коксагызе, содержит натуральный каучук. А что это вот, это вот липкое материал, это что, как из него сделать резину? А путем, это называется вулканизация. Придумали когда-то такой процесс, и вот резина и резиноподобные материалы. Это очень интересная вещь, тема на самом деле. Смотрите, как придумали. Значит, молекула каучука, длинная-длинная молекула. Если эти молекулы сшить соседними, то это получается такая вот сеть такая, да? Это уже будет не что-то такое липкое, а более твердое, да? Понимаете, вот если у вас пучок нитей, это одно. А если пучок нитей вы между собой еще сплели, это сетка получается. Это что-то твердое. В этой сетке можно вот что-то такое носить, поднимать, да? Вот. И то же самое происходит с каучуком. Когда-то давно изобрел Гудеир, случайно изобрел. Он ставил опыты где-то у себя там на холодном чердаке, у него была печка. Пытался он сделать резинотехнические изделия, ну, такими, какими они сейчас стали. И у него случайно, говорит, оказались рядом сера и каучук. И произошло то, что произошло, вулканизация. Сера – это такой активный очень атом. И он стал строить мостики между двумя соседними молекулами каучука, да? Разрывать их и строить мостики. Вот так вот. Вот получилось. Такая вот мостиковая связь. Мостики серные. Вот. Ну, сейчас, кстати говоря, не всегда используют серу для вулканизации. Есть такое, что тияурам, да? Вот его, чтобы резиновое изделие делать, да? Потому что-таки резиновое изделие с примесью серы – это не очень хорошо, особенно, когда оно сгорит рано или поздно, да? В костре каком-нибудь или в мусоросжигательном заводе выброс серы в атмосферу не приветствуется. Вот. Вот это вот называется. И, кстати говоря, если вы много серы добавите в каучук, ну, много вот этого вулканизатора, так это называется, вещество, то можете получить вообще твёрдое, как палка, ибонит, знаете? Вот ибонит – это каучук. Только такой вулканизированный, что дальше уже вулканизироваться некуда. Там всё сшилось, да? Вот помните, какой коричневатого такого, почти как у серы цвета, да? Вот. Так вот, резиноподобные материалы – это полимерные материалы, которые хорошо образуют такие вот шивки между соседними молекулами. Из резиноподобных материалов, как вы помните, делают подошву для обуви, да? Ещё придумали делать теперь – сшивать полиэтилен. Сшитый полиэтилен, знаете, что это такое? Молекула полиэтилена – длинная-длинная молекула. Из полиэтилена можно сделать, скажем, полиэтиленную плёнка. Но она, видите, легко рвётся, растягивается, лопается, да? Полиэтиленовые вообще изделия не очень прочные. Но вот если вы сумеете шить эти молекулы полиэтилена друг с другом, но чем? Нужно разрывать саму молекулу полиэтилена, создавать несвободные, значит, химические связи, радикалы, и чтобы они с соседними атомами объединялись. А как это сделать? Есть, говорят, какие-то химические способы. Но я не сторонник химии. Химия всегда вредна. А радиационная сшивка облучаете потоком гамма-квантов или электронов, они рвут, разрывают химические связи, и происходит сшивка. И получается сшитый полиэтилен. Ну, и такой прочный, хороший полиэтилен, сшитый, радиационно сшитый полиэтилен. Гораздо лучше нашего простого полиэтилена, который мы выбрасываем на свалки. Спасибо вам большое за внимание. Всех вам благ, удачи, до свидания.